Продолжение следует... Сегодня мы закончили работу в этом году. Вы видите, сейчас четыре автомобиля. Сейчас они отправляются на пост Песачин. Там мы просмотрим дорогу дальше до Киева. И в сопровождении нашей госавтоинспекции машины проследуют в Киев. Всего отправлено 16 автомобилей. И объем груза составляет практически 650 метров кубических. В целом могу сказать, что с нашей стороны принимало участие практически 600 человек в данной работе. Имеется в виду максимальное количество. Сейчас было задействовано 50 наших сотрудников и работники внутренних дел, 15 человек при охране данного объекта. Дальнейшие вопросы скажет голландская сторона, ответит на них. В течение прошедших недель группа следователей Голландской Совета Безопасности Нидерландов вместе с оборонным ведомством и с полицией Нидерландов, а также при неоценимой помощи сотрудников Украинской службы чрезвычайных ситуаций, собирали обломки на месте крушения самолета. От имени Совета Безопасности Нидерландов я бы хотела выразить благодарность всем сотрудникам службы чрезвычайной ситуации Украины, благодаря которым это стало возможным. После того, как обломки были доставлены в Харьков 23 ноября, мы стали готовить их транспортировку в Нидерланды. Министерство обороны Голландии было ответственно за организацию логистики этой перевозки. Сегодня очень памятный день. Когда эта колонна будет покидать территорию Харьковской области, ранее отправленные автомобили уже находятся по пути в Голландию. Ожидается, что в течение этой текущей недели в Нидерланды прибудет первый отправленный конвой с обломками. Этот конвой, эту колонну будут встречать родственники жертв авиакатастрофы. Как только обломки прибудут в Голландию, Совет Безопасности Нидерландов начнет работу по исследованию этих обломков, а также начнет подготовку по их реконструкции и по реконструкции самолета. От имени Совета Безопасности Нидерландов я желаю водителям безопасного пути. Редактор субтитров А.Семкин